Всем привет! Начинаем очередное путешествие по Васильевскому острову. Вот посмотрим на дом номер 10, который находится на седьмой линии у нас. Так, вот хронология событий этого дома. 1720 год. Участком водил господин Томилин. Он так и назывался, дом Томилина. В 1730 годы этот дом уже был на высоких подвалах и был уже каменным домом. А в 19 веке дом принадлежал господину Бринку. А Бринк был мастер волторного цеха, то есть мастер, который изготавлял лесные рожки. Это медный духовой инструмент. В 1830-1860 годы дом принадлежал семье купца Шульца. В 60-е годы он стал доходным. Господин Шульц, домовладелец, начал его сдавать. В 1868 год владельцем этого дома и участка стала госпожа Шрейдер. Жена колледжеского осессора. Колледжеский осессор 1717 по 1917 год. Это гражданский чин, который соответствовал восьмому классу, классу табеля о рангах. То есть это где-то был чин майора. Ну а после того, как отменили майорский чин в армии в 1884 году, соответствовал чину капитана. Этот чин восьмого класса ценился очень высоко и достичь его было нелегко даже дворянину. Как правило, оттребовался университетский или лицейский диплом. В 1869 году в этом доме была квартира Сурикова, студента Академии художеств, который со своим товарищем по рисовальному цеху господином Стаховский снял две комнаты. Украсил коврами, собственными рисунками. Ну и, видимо, одна была приспособлена под студию, под мастерскую. А в 1880-е годы дом стал принадлежать семье потомственного почетного гражданина Мельцера. Что ж такое почетные граждане? В Российской империи с 1832 года привилегированная категория сословий городских обывателей, включала потомственных почетных граждан, дети, дворяне, духовных лиц, свободные профессии, имевшие учебную степень, личных почетных граждан, духовенства, чиновники 14-го и 10-го класса. Вот достаточно солидные такие, серьезные люди, почетные граждане. В 1890-е годы среди жителей этого дома был статский советник Коковцев. Статский советник в табеле о рангах занимал пятый класс, относился к первой группе чиновников в 19-м веке, объединявших представителей высшей номенклатуры, определявших курс политики государства. Вот так написано в Википедии. Это русский дворянский род, происходящий от Федора Ивановича Коковцева. Там длинная очень история, очень большая родословная, не буду я об этом говорить. Так вот, Коковцев здесь жил, в этом доме, и молодой архитектор Проскурин, впоследствии автор здания высших женских естественных курсов, гимназии Лиховицкой скалом, или скалом, может быть, так делается подарение. Нужно отметить, что Проскурин Николай Михайлович окончил Императорскую академию художеств в 1894 году, был архитектором страхового общества «Россия», для которого разработал конкурсный проект «Дома в Москве», построил комплекс доходных домов на Сретенском бульваре и участвовал в конкурсе на проект павильона «Скакового общества» в 1902 году. Вот так вот. В конце 19-го, в начале 20-го века тут был один из свечных магазинов Куца-Варгунина. Для информации, в 1850 году стоимость сальных свечей 14-15 рублей ассигнациями за один путь. Пикерский магазин провизора Эдельштейна еще в этом доме была лечива. Ну вот, все вроде как про этот дом я копал, посмотрел, в интернете больше ничего нет. Все, пока, всем привет. Вот посмотрели мы очередной дом на седьмой линии, дом номер 10. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok